Приходит муж с работы и улыбается. Садятся ужинать, а он хихикает. Жена спрашивает. Ты чего такой довольный? С работы уволили. Что же тут веселого? Меня уволили, остальных посадили. Кладбищенский сторож, мертвецкий пьяный, обходит свои владения. Смотрит, мент стоит возле могилки, подходит к нему и спрашивает. Ты кто такой? Участковый инспектор Петров, 16 участок. Сторож заряжает ему лопатой по башке. Нет у меня на 16 участке Петрова. Волк женился на лисе. На следующий день после свадьбы к нему заходит медведь. Волк сидит в одиночестве, в стельку пьяный и бормочет. Ну погоди. Ты чего? Спрашивает медведь. А где молодая жена? Да выгнал я ее. Она меня всю ночь зайчиком называла. Приходит пьяный студент в свою комнату общаги, снимает один ботинок, и со всей силы бросает стенку. Раздается вопль. Ты, козел, 3 часа ночи, а ты спать не даешь. Тогда студент тихо снял второй ботинок и лег спать. Снова крик из-за стенки. Ты, козел, я долго буду ждать, когда ты второй ботинок снимешь? Приходит мужик в зоомагазин. Дайте мне три сотни клопов, полсотни тараканов, два десятка мышей и пять крыс. Зачем? Меня выселяет и требует, чтобы я оставил дом в том состоянии, в котором он был. Чукча пришел в публичный дом. Мне нужна такая, чтобы выдержала все, что я захочу. Хорошо, заходите в комнату, но только мы выключим свет. Чукча через пять минут выбегает и кричит. Я ей засуну, она на меня шипит. Ну так это нормально, девушка-то надувная. Продолжение следует...